Всем привет, я Евгений Матвеев и это Мастерская Питстоп. Я сейчас нахожусь в гостях у своего друга Александра Мельника и вынуждены мы сейчас будем на пару снимать выпуск о том, как притереть клапана на компрессоре, поскольку после вот этого вот видео нас буквально задолбали вопросами, как же все-таки это сделать. В общем, пока Саня ломает, хочу сделать небольшое предисловие. В принципе, с этим компрессором уже видяшка была, правда она популярности не получила особо, поскольку там была размещена на стороннем канале и там всего ничего просмотров. В общем, если хотите, вот вам вот 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 здесь вот будет ссылка о том, как он до этого качал. В общем, непритертые клапана удлиняют работу компрессора во время накачки приблизительно в три раза. То есть, это где-то вот с таким ресивером, Саш, сколько здесь? 50 литров, да? В общем, с 50 литровым ресивером это где-то в среднем 8-9 минут надо, чтобы накачать 8 атмосфер. Да, вполне можно сделать, что будет качать буквально 3-4 минуты. Ну, в частности, с этим компрессором мы засекали, по-моему, 3 минуты 40 секунд он стал накачивать после притерки клапанов. В общем, пока суть до дела. Скажу, что понадобится в принципе три вида наждачки, 800 единиц, 1000 и 2000. Это для того, чтобы притереть идеально клапана. Вот сами клапана. Они в основном во всех компрессорах идут пластинчатые. Просто маленькие пластинки, которые кладутся сверху. То есть, вот такая вот в принципе система упрощенная, как на двухтактном моторе японском. То есть, тоже так же точно работают лепестковые клапана методом примыкания. Две пластины. Клапана находится между ними. Один работает на впуск, другой работает на выпуск. Если клапана, вот эти пластины прилегают плотно, но во многих компрессорах бывает, что эта пластина съехавшая, и получается вот такая вот дырочка. Качает очень долго. Покажи ближе. Вот клапан. И пластинка бывает съезжает в сторону, открывая зазор. И тогда компрессор качает очень долго. Поэтому их нужно поставить на место. А сами вот эти пластины, они металлические, их нужно приточить шкуркой. Двухтысячная это крайне. А лучше еще и отполировать. Ну, в частности, вот сейчас пока Саша там готовит, все. Вот для наглядности, обратная сторона пластины была вот такая вот. То есть, вот вам, надеюсь, видно, что она просто-напросто вот, ну, шлифованный металл и все. То есть, видно полосы. Вот если так присмотреться, в таком же точно состоянии была и вот эта вот сторона. Мы ее притерли тремя наждачными бумагами на ровной поверхности. И это, я вот не помню, по-моему, было или стекло, или кусок ровного металла. Когда вы первый раз разберете компрессор, состояние вот этих пластин, которые должны быть отполированы, бывают в таком состоянии, что иногда приходится брать не 800-ю, нет, собрал, вот 800-я, а бывает 600-ю, а то и 400-ю шкурку, чтобы ее вывести, нормально отполировать. Такое ощущение, что ее, блин, здесь 60-й или еще более крупной наждачкой шкурили. Так, итак, наша цель. Ровная пластина. Никаких герметиков здесь ничего не надо. Берем 800-ю. Для начала у меня, в принципе, притерто, я могу взять уже тысячную. Это вот как раз мы уже притирали на ней. Ставим. Ровная пластина. Протираем. И начинаем полировать. До зеркального блеска, он уже блестит. Ответную часть то же самое. Вот здесь происходит впуск и выпуск. В одном есть масло, в другом нет масла. Поэтому ставьте всегда маслосъемные фильтры на выходе из компрессора. Вторая ответная часть делается то же самое. Поверхность должна быть идеально ровной. Если будет какая-то неровная, вы сточите где-то больше, где-то меньше, травить будет еще сильнее. Меняем. Ставим двухтысячную. Можно, конечно, потом еще и пастой Гоя тирануть это все дело. Поверхность получается почти зеркальная. Даже блик поймал. Напоминаю, вот эти отверстия, сюда должны прилегать пластины очень-очень плотно. Вот эта выработка, которая вот есть, уже видна, ее нужно стачивать. То есть та выработка, которая от Клапанов? Да, да. Пластинка работает и она все равно вырабатывает немножко металл. Ну, в принципе, еще чуть-чуть и можно даже себя увидеть. Ну, это если просто Гоя натереть. Вообще, по-моему, есть наждачная бумага и 4, и 5 тысяч, да, Саша? Нет, максималка 2000, я больше не видел. Подожди, я, по-моему, где-то видел. А, слышишь? То уже получается пастой полировочной. Нет, не пастой, кстати говоря. Я видел круглые диски, и они на поролоновой основе. 5000 единиц. Она мягкая-мягкая, получается, для виброшлих машин. Понял, тогда лучше тряпочкой протереть смысл тот же будет. Ну, наверное, все-таки есть выработка. Да, кстати. Ну, пойди покажи. Ну, я не знаю, будет видно, нет? Будет видно, подойди к камере в полотной, покажи. Если видите, вот здесь вот снизу есть выработка небольшая, цвет другой. Этой выработки быть не должно. Ее затираем. Можно, конечно, еще, правда, полировочной пастой, чтобы она вообще полностью с зеркала была. Ну, это в идеальном идеале, по сути, это здесь так уж и не надо. То есть, вылопивающей надобности в этом нету никакой. Что? В идеале, конечно, их поменять. Ну, я тебе сгубы за катайку куплю. В идеале. В идеале, ну и так в идеале. Он качал, аж бегом нормально все было. Да, сейчас еще будет. Просто, наоборот, делать нечего. Мы тут дуримаемся, разбираем то, что и так работает без нашего вмешательства. Вот, идеально становится. Слушай, красота. Пойди покажи. Загляденье просто. Можно я? Да, да, да. Еще второй. Не, я хотя бы не покажу. Второй еще не этот. Я притачивал компрессор еще и другой системы. Там смысл, ну, в принципе, смысл один и тот же. Форма клапанов другая. Да. Клапаны немножко другие, они становятся у нас такие специальные шпеньки. И на этих шпеньках оно болтается. Вот он ко мне приезжал, товарищ, говорит, блин, не знаю, что с компрессором делать. Качает минут 15. Я ему притачил, поставил, включили, засекай время. Три минуты. Или две с половиной, но у него 25-литровый. Ну, в идеале 25-литровый компрессор за две минуты качает. Ну, вот и у него стал две, ну, две с половиной. Он, блин, так был, был неблагодарен. Тут еще основная сложность потом, после того, как притрутся клапана, в том, что их нужно грамотно собрать, потому как они частенько выпадают. И вот эти две пластины сопоставить довольно сложно, чтобы вот оно все так вот было, так как надо. Тем более, что вот здесь, я так понимаю, вот эта прокладка, по-моему, сюда между ними кладется, да? Вот эта, не помню. Да, да, между ними. Разобрали, блин, не помню. Да, между ними. То есть вот прокладка. И вот когда вы складываете две пластины вместе, вот клапан верхней пластины обычно выпадает. Поэтому его предварительно рекомендуется класть, то есть вот сюда приблизительно в то место, где он должен быть. А потом накрывать аккуратно второй пластиной. И после этого уже стараться никаких лишних телодвижений не делать. И после вот сборки аккуратненько ложить его на цилиндр и накрывать головку. Самое главное, не перепутать местами клапана. Ну, в частности, в этом компрессоре с диагональными клапанами. Не перепутать впуск с выпуском, потому что он вам там создаст не давление, а вакуум в цилиндре. Не в цилиндре, а в ресторане. Ух, ёкарный, бабай. Перед сборкой важно разобраться в том, как именно здесь все-таки должен стоять вот этот вот набор клапанов. Для наглядности можно перевернуть головку и посмотреть, как она будет здесь стоять. Разумеется, если взять головку и систему клапанов, то их перегородки должны быть как бы вот в зеркальном виде. Потому как, когда вы перевернете, как раз то и будет, что нужно. Ну и теперь, даже, сам я уже не помню на вскидку, что куда. Если это у нас выпуск, выпуск, значит, ну вот так вот и ставим, да. Получается, что к выпуску двумя длинными пропилами, а к впуску два отверстия отдельных. Да твою мать, ну. Такой цилиндр нам опять не пойдет, правда. Уже пробовали. Только воздухе нет. Пустозвоны. В общем, сейчас у нас на ресивере, как видите, полный ноль. И я сейчас подъеду зумом и как раз мы при помощи вот этого незамысловатого устройства засечем, сколько понадобится времени компрессору, чтобы накачать 8 атмосфер и выключиться. Все, от винта. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 3 минуты 36 секунд Вот сейчас у меня даже время это сохранилось Неплохой результат для китайского компрессора С далеко не совершенной системой клапанов И с объемом ресиверов 50 литров На сегодня у нас все С Александром Мельником Это была мастерская Питстоп Подписывайтесь, оценивайте И не держите в секрете от друзей Всем пока и спасибо за доверие Блин, не видно ни хрена, да? Да ладно, нам же не надо этот процесс Снятие Да Желательно сделать на холодную Ну, вытащим отсюда Комбрессор, зачем? Ну, блин, чтоб виднее было Да, повернусь Зачем? Ну ладно, давай, вытянемо Давай, хватай его Повернем, чтобы, ну, как бы исти Цепляй за ручку, да и все Прям так Опачки Тихо Провод Все, клади Блин, неудобно ей, конечно Саша, так она же снимается Да снимается ли снимать долго? Не, я имею в виду пластили снимается Не снимается? Ни хрена Да нет, не на герметике А я тебе говорю Ух ты Здесь не герметик Здесь просто прокладка Чай закипел Где второй клапан? Я не знаю, сейчас поищу Прокладку вижу Надо, посмотри, в цилиндре не лежит Да нет, уже посмотрел В цилиндре там только стружки в огонь Да? Да Там под листом нету? Нету Да и с одним клапаном работаешь Да, конечно Вот Ты же пиво пьешь, какой чай? А, вон О, чернобай засветился Ты попал Да ладно Зубы пианино Люба, звезда ютьюба Не, ну правда, слушай, иди клапан Уже вот хрен его знает О, я нашел, я нашел Я заснял, я заснял Ты скоро фольгу оставишь там от этих клапанов Да я пытаюсь убрать вот это именно намеки на то, что это клапана были когда-то А то его начальник все сломал, сейчас будет полчаса качать Кстати, если сдвинулся клапан, то придется переснимать все, опять раскрутим Не, но мы этого не покажем Мы скажем, у нас все с первого раза получилось Что там? Секундомер потерялся? А я хрен его узнаю, где он там Дай телефон, а Да шмокия мне Да вон он лежит Снимай давай, откуда найдете секундомер там Где он такой-то находится У меня, допустим, у меня вообще его нет Секундомер Промежуточный отсчет Нашел! Ааа, уже не надо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!